девушка как бы нам ее описать ну во-первых милая я бы даже сказал загадочная пухленькая в нужных местах а главное у нее выразительные глаза а теперь давайте то же самое только на английском she's such a cutie ну то есть по-английски пока не очевидно как это сказать всем нам периодически приходится описывать чью-то внешность как же не сделать комплименту и красотки в инстаграме а ведь она не говорит на русском но иногда мы просто читаем описание чьей-то внешности например мона лизы в лувре или ким кардашин джеки сегодня в очередном видео мы научимся описывать внешность на английском делать комплименты и узнаем как все-таки сказать на английском что кто-то выглядит сногсшибательно или изящно узнаем устоявшиеся фразы например что значит и лук лак милым бакс she's got mesmerizing eyes и подобные ну и конечно же у вас будет возможность проверить свои новообретенные знания за счет теста из 12 вопросов подготовленного специально для вас и так приступим да следует выделить три способа описания внешности начнем пожалуй с самого элементарного ты высокие и я красивые ну она тоже красивая все это говорится по одной схеме все просто сначала говорим о ком идет речь я ты он она они мы потом обязательно идет арамис ну то есть форма глагола to be are am is арамис сейчас зачем но мы говорим на одном языке я секу о чем-то получается а м ки из дэй а у и а ну и дальше описываем внешность например you are tall i'm beautiful или в моем случае как мужчины handsome она просто силач she is strong или вот this guy is very strong he's possibly a bodybuilder this guy is very strong he's possibly bodybuilder этот парень очень сильный возможно bodybuilder все по первой схеме this guy is very strong ну или как мы описали монолизу вначале милая загадочная пухленькая she is sweet she is mysterious через план но еще мы сказали что у нее выразительные глаза и вот на такой случае существует вторая схема сначала также говорим о ком идет речь я ты он она они и так далее потом hell или has ну и в конце также описываем внешность и вот здесь дорогие друзья вы можете от души разгуляться у нее выразительные глаза это несложно she has экспрессив айс а сейчас готовьтесь будет про красивые голубые глаза но не пугайтесь look she has blue eyes look she has blue eyes смотри у нее голубые глаза фраза конечно яростно прекрасная но советую вам говорите в менее напряженной обстановке при этом вторая схемка все также работает she has blue eyes кстати с голубыми глазами есть классные идиома смотрим идиома blue-eyed boy дословный перевод голубоглазый мальчик а смысловой перевод фаворит любимчик например тома queen was his blue-eyed boy тома queen был его фаворитом кстати это видео было в нашем инстаграме мы почти каждый день постим там разные крутые выражения и идиомы так что подписываемся приду проверю но если говорить об отдельном предмете им или а части тела то работают те же способы выше приведенных схемах обратите внимание на it это it можно заменить на что угодно например этот диван такой мягкий this sofa is really soft и здесь меняется хоть на диван хоть на руку хоть на нос хоть на щечки той самой из простого на этом все но есть выражение например ты выглядишь так как будто только что сошла с подиума или ты выглядишь так как будто тебя только что переехал поезд все это узнаем сегодняшнем выпуске поэтому оставайтесь со мной до конца этого видео предлагаю вместе попробовать описать кого-нибудь известного например ван гога у него есть бородам и остык red beard да да густая и рыжая борода вообще густая борода будет thick beard ну что еще he is blunt он блондин он блонд чужь блонд кстати вот что интересно про ван гога мы скажем he is blunt а про мерлин монро через блонд видите разницу да не в картинках мы про написание звучит и блонд и блонд одинаково вот только блонд для мужчин а блонд с буквой и для женщин запомнить можно так что у мужчин волосы короче слово короче у женщин волосы длиннее слово длиннее также и для брюнеток брюнетка это брюнет а брюнет это брюнет ну и для полноты картины redhead это люди с рыжими волосами и мужчины и женщины короче блондинки брюнетки и рыжие это блонд брюнет и redhead остались только лысы лысы это болт айм болт джеймс болт айм болт айм болт я лысый вернемся к нашему ван гогу дэнни скажи нам какие у него глаза сольфу лилайс сольфул лилайс маленькие печальные глазки и так сольфул айс это печальные глаза эй ван гог слушай может челочку вниз опустим а то чего у него лоб такой здоровый май фор и май рулс чё ты заводишься короче for head это лоб я подумал а если что-то такое что не бросается в глаза на этой картине при первом просмотре и спросил об этом у своих друзей из арт-школы об поп-арт и что ты думаешь поговорил с ними и понял почему у него такие грустные глаза вообще-то мало того что он рисовал себя сам потому что у него не было денег на натурщиков так еще иван гог был реальный псих он отрезал себе ухо он отрезал себе ухо здесь еще все нормально но вот на автопортрете через два года этого уже не скрыть и вот здесь у него нет ухо запомните это выражение потому что я сам не знал но в арт-школе мне сказали что еще и мона лиза себе кое-что отрезала и на картине кстати это видно но они чуть позже а насчет ван гога мало того что he has no и так еще и салбом и он такой костлявый или можно сказать скинни так стоп кто писал этот текст что-то мини по себе обсуждать костлявых мужиков с отрезанными ушами хочу что-нибудь прекрасное например это блондинка я почему-то решил что это дома сережка и блондинка хотя есть вероятность что у него вообще нет волос вы как думаете чтобы вы о ней сказали скажем выглядит она элегантно щедок степер ну или можно сделать комплимент и лук депр ты выглядишь элегантно что еще she has expressive у нее очень выразительные глаза так и напишешь той даме в инстаграме you have very expressive айс мэрси у тебя очень выразительные глаза мэрси мэрси это просто имя девушки а там уж сам смотри как ее зовут но если мужчины посмотрели на глаза то дамы явно обратили внимание что she is slim belt она худенькая если вы из тех кто постоянно хочет быть slim belt ставьте щедрый лайк также she has pale skin у нее бледная кожа заинтриговавшись информацией о ван гоге и мони лизе я спросил в арт-школе об поп-арт про девушку сережкой и правда теперь вижу вы заметили что она довольно скромная бедно одета но при это у нее дорогущая жемчужная сережка в ухе сережка сильно меньше жемчужины сегодня может стоить аж под 7000 долларов откуда у нее такие серьги знаете есть такое выражение на английском you look like a million bucks ты выглядишь как миллион долларов и при всей своей скромности это блондинка серьгой выглядит реально на миллион долларов а если человек ну не дотягивает до миллиона то можно сказать he looks like a thousand bucks yeah it looks like a thousand bucks let's go come on он выглядит на тысячу долларов запомните эту фразу и лук лайк ее можно использовать сравнивая с чем-то прекрасным орот выглядишь как спелый ферсик ладно ты выглядишь так как будто только сошел с подиума также можем сказать и лук лайки и в бен хитбэй трак ты выглядишь как будто тебе сбил грузовик или можно сказать looks like you just rolled out of bed выглядит так как будто ты только что проснулся а еще эта фраза очень важно потому что именно с ней можно задать вопрос вот деда и лук лайк как они выглядят или вот так и лук лайк вот так и лук лайк как она выглядит а если убрать слово вот то можно спросить даст и лук лайк не она похожа на меня ну или даже лук лайк авокадо это похоже на авокадо вроде бы узнали много про фразу лук лайк но есть еще фраза лук а лайк как она по-вашему переводится например морган фриман говорит вы лакалайк как это можно перевести пишите правильный ответ в комментариях мы выглядим как алики мы смотрим на одинаковых мы похожи друг на друга путин только один из этих вариантов правильный ладно мы обещали вам рассказать про то что себе отрезала монолиза ребят это же видно поставьте на паузу и напишите в комментах чего у нее нет ну гляньте это же очевидно и ладно шучу пальцы все на месте у нее нет бровей серьезно у нее нет бровей взбрила как выяснилось это было модным и при том что выглядит эта дама богата она вообще без каких-либо украшений кстати будь монолиза нашим современником наверное она бы выглядела вот так насчет арт-школы об поп-арт это классные ребята и мы решили с ними с кооперироваться и сделать курс одновременно и про английский и про искусство и по такому поводу мы написали целую программу обучения если вам интересно что это за курс переходите по ссылке в описании чтобы все запомнить пройдите тест из 12 вопросов и эти три схемы будут отлетать у вас от зубов пройдите тест из 12 вопросов ссылка в описании не забудьте поделиться этим видео с друзьями ставьте лайки подписывайтесь на канал и до встречи